22 июля 2020 года. Ну вот, мои дорогие, и настал долгожданный день. Сегодня наш сайт, сайт видеопутешествий, клуб видеопутешествий ТОПОС, открывает вам свои двери. Сайт открыт, вы можете заходить, вы можете смотреть экскурсии, вы можете писать нам отзывы, комментарии. Я ужасно счастлива, потому что, прежде всего, свалилось с плеч огромное количество работы, которые нужно было проделать для того, чтобы всё это запустить. Во-вторых, я бесконечно благодарна Богу и за саму идею этого проекта, и за ту радость, которую я получила, пока всё это делала. И я хочу сегодня немножко рассказать вам о нашем проекте, поделиться с вами своими самыми сокровенными мыслями вообще о путешествиях и о туризме. И также расскажу вам немножко о наших авторах, о том, как наш сайт работает. И, конечно, очень надеюсь, что после просмотра этого ролика вы пойдёте путешествовать с нашим ТОПОСом. Сама вообще идея создания вот такого, скажем так, пространства в интернете, где люди смогут находить информацию, притом информацию живую о разных точках мира, саму эту идею родил Рафаил. Я её, в общем-то, только обработала, скажем так, во многом именно я воплотила её в жизнь, потому что он сейчас занят другими делами, другой работой. Но, тем не менее, вот, хотя озвучил он её именно сейчас, да, когда это, как бы, в общем-то, необходимость, действительно, мы остались без работы, и очень много осталось экскурсоводов без работы, но сама эта идея звучала из его уст в разных модификациях не раз. Вообще, само понятие места, ТОПОС – это место в переводе с греческого, само понятие места очень интересное. Место – это не только где человек живёт, это где он, как бы, взаимодействует с историей его предков, которые жили в этом месте, с той природой, флорой и фауной, которая в этом месте есть, с той культурой, которая в этом месте принята. И на самом деле нет, наверное, неинтересных мест на Земле, да, ведь согласитесь, я думаю, что даже самая маленькая, самая захолустная деревушка где-нибудь на краю Земли может оказаться просто кладезем, источником каких-то удивительных знаний. И вот если человек именно так подходит к путешествию, если он стремится именно всё узнать об этом месте, погрузиться, исследовать его, то он обогащается. Путешествие способно человека очень сильно обогатить и духовно, и интеллектуально. Но что же на практике происходит в туристической или паломоческой поездке? Ну, во-первых, очень маленький срок, да, неделя, это, конечно, мало для того, чтобы проникнуться как-то страной, погрузиться в неё. Конечно, много зависит от гида, естественно. Если хороший гид, то он будет стараться не перегружать человека ненужной информации, будет стараться давать отдых там, где нужно, информация, чтобы подавалась легко и соответствовала месту, и именно ту информацию выбираешь, которая человеку именно помогает это место ощутить лучше и так далее. Есть у каждого гида свои какие-то приёмы, наработки, это понятно. Но в любом случае есть вещи, которые ни от гида, ни от туриста или паломника не зависят. Ну, например, частые очень переезды, утомительные. Кого-то, например, укачивает в дороге элементарно, и человек уже как бы он не был настроен и расположен, и как бы он не желал проникнуться местом, он думает только о том, как ему в данный момент плохо. Температура воздуха за бортом, особенно у нас, бывает всё-таки тяжёлая жара, и не все люди хорошо её переносят, и тоже иногда это мешает где-то воспринимать. К тому же коммерциализированность мест, торговля, это, я думаю, во всех странах абсолютно, в общем-то, отвлекает, конечно, паломников. Хотя в этом тоже есть свой определённый шарм, это возможность познакомиться с местными жителями, но иногда это довольно сильно отвлекает, рассеивает внимание, утомляет, наконец, забирает тоже силы. А без торговли не будут существовать туристические все эти структуры, к сожалению, это невозможно убрать никаким образом из поездок и так далее, и так далее, и так далее. Да в конце концов какой-то неудачный отель или не слишком удачная еда в отеле могут испортить настроение, человек уже не сможет воспринимать так, как бы он хотел. В чём здесь преимущество видеоэкскурсии? Видеоэкскурсия – это смонтированный небольшой фильм, в котором создаётся полное ощущение присутствия человека в данном месте. Человек действительно ощущает, что он путешествует. Как это делается, знаем мы с авторами, да, я этому учу на наших мастер-классах, и это отдельная тема для авторов. Скоро мы сделаем с вами большие серьёзные мастер-классы уже, то есть просто курс обучения организуем, чтобы готовить новые кадры. Но это отдельная тема. Так вот, при просмотре видеоэкскурсии человек находится в домашних комфортных условиях. Человек может действительно раствориться и погрузиться в то, о чём ему рассказывают. Соответственно, когда наконец-то путешествия вернутся, потому что, конечно, ничего не может заменить нам настоящих путешествий, когда мы чувствуем и вкусы, и запахи, и наконец просто ходим, видим, так вот мы будем другими, мы будем уже лучше путешественниками, мы будем путешественниками грамотными, образованными, мы будем путешественниками, подготовленными к восприятию данной страны. Я как экскурсовод сама могу сказать, что очень сильно отличались люди в группах, те, которые приезжали уже с каким-то багажом и знаниями о данной стране, полученными из хороших документальных фильмов, из книг, из чтения священного писания, ну в нашем случае, в нашем регионе, от тех паломников, которые приезжали, ну в общем-то, просто посмотреть, пофотографировать какие-то, получить впечатления. Хотя паломничество – это вообще вещь специфическая, многие приезжают просто молиться и приводят их большое горе, это уже отдельная тема, тут уже недокроеведение, да, но если говорить про тех, кто пребывает в добром здравии, так вот очень большое отличие, да, по-разному люди воспринимали, соответственно, сейчас мы можем использовать с вами вот это время некой неразберихи с этой пандемией, да, и время, когда мы ограничены в передвижениях для того, чтобы пополнять свой багаж, и интеллектуальный, и духовный. И вот хорошие видеоэкскурсии действительно незаменимы в этом смысле, можно сказать, учебный для нас материал. Топус рождён женами, да, придуман, поэтому я и хочу вам сказать, что это не просто сайт, где мы продаём туристические экскурсии и хотим заработать деньги, нет. Это проект, это проект, цель которого, не падайте со стула, собрать видеорассказы обо всех без исключения уголках нашей планеты. Вот такая своего рода энциклопедия. Мы хотим, чтобы в каждом городе, в каждой деревне нашёлся кто-то, кто не поленится взять в руки видеокамеру, ну, или хороший мобильный телефон, не поленится, может быть, даже поучиться съёмке, да, немножко ради того, чтобы рассказать нам о своём родном месте, о своих краях, рассказать так, чтобы мы прониклись, полюбили, и через его видеорассказы, видеоэкскурсии ощутили себя частью этой культуры. Это очень важная вещь, потому что сейчас мир весь разобщён, да, нас пытаются всячески разобщить друг с другом, разъединить. Нынешняя ситуация нагнетает ещё к тому же страшный стресс и уныние, и страх друг перед другом, да, обратите внимание, встречаясь сейчас прохожего на улице, мы первым делом натягиваем на нос маску, которая до этого висела на подбородке, да, вместо того, чтобы сказать привет, или поздороваться, или улыбнуться человеку, а то ещё и переходят люди на другую сторону улицы, видя тебя, особенно меня, идущие с кучей детей, которые все наверняка заразные, да, поэтому это очень больно. И вот если нет возможности у нас сейчас реально ходить друг к другу в гости, вот, да, в Израиле очень серьёзно рекомендуют не членам одной семьи сейчас не собираться и так далее, если нас опять закроют все эти карантины, если нет возможности у нас путешествовать по миру, как нам бы хотелось, ну, или даже по своей родной стране, да, свободно перемещаться, пусть мы это будем делать в виртуальном пространстве. Хорошо, мы пойдём на этот компромисс, но мы не позволим сделать из нас не людей, людей, которые живут в своей коробочке, которые всего боятся, которым уже ничего неинтересно и ничего в мире не нужно, кроме собственного здоровья и новостей из интернета. Поэтому я вижу, что вовремя Рафаил этот проект предложил. И, наверное, поэтому Господь и помог нам его осуществить, что этот проект нужен, видите, вот с разных совершенно сторон, и нужен, наверное, даже и в каком-то, как я понимаю, духовном плане. Ну и теперь я хочу сказать несколько слов о наших авторах. Я понимаю, что со временем авторов будет очень много, возможно, их будут сотни, может быть, тысячи, да, я уже даже не буду знать их лично, скажем так, и не буду иметь возможности с ними общаться, но пока, пока мы только начинаем, и все авторы, которые у нас есть, это очень дорогие для меня люди. Вот эти первые авторы, я их никогда не забуду. Я вам скажу, почему. Потому что они пошли с нами в путь, не зная, куда мы еще придем и дойдем ли, и что из этого получится, не зная, да. Они сделали замечательные видеоэкскурсии, видеоролики. И начать я хочу с Людмилы Ильюниной. Я очень рада, что Господь познакомил меня с этим человеком. Надеюсь, что наша дружба, знакомство, вернее, наше перерастет в дружбу настоящую, потому что вообще, когда встречаешься с верующим человеком, но еще и интеллигентным, и думающим, и эрудированным, и интересным, и творческим, это всегда здорово. А здесь еще и какие-то личные вкусы, предпочтения у нас не совпали, скажем так. Людмила Ильюнина живет в Вырицах. Она очень почитает святого преподобного Серафима Вырицкого. А кроме того, она очень любит писателя Владимира Набокова, и особенно его стихи. Это тоже самое касается и меня. И, соответственно, еще и умеет замечательно рассказывать, показывать. А муж у нее еще и музыкант. То есть просто совпало по всем направлениям. И экскурсии ее сопровождаются иногда очень приятными песнями или музыкой. Муж также снимает, насколько я поняла. Монтируют они профессионально. Так что получаются экскурсии очень милые, добрые, уютные. Вот, посмотрев одну, хочется посмотреть сразу вторую. Не хочется из этого мира, который Людмила с мужем создают, выходить. Ну и, конечно, красоты Выриц. Есть экскурсии и про Извару, и про Рождественную, и про Выриц. Это вот под Санкт-Петербургом все находится. Необыкновенно красивая природа. Когда люди творческие, они же и снимают очень художественно какие-то кадры, которые запоминаются даже потом. Так что у нас уже есть от Людмилы шесть экскурсий, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь. Замечательных. Четыре экскурсии по Вырицам, две по Рождественную и одна в Извару. Семь экскурсий. Искренне рекомендую, и вы найдете их на нашем сайте. Второй гид, о котором я хочу сказать, это Маша Шургина. Мы с ней буквально сдружились за процесс, потому что Маша – это как раз пример изумительного гида. Она профессиональный гид из Болонии, из Италии. Притом гид уникальный. Она гид по православной Италии. Автор знаменитой книги «Вся православная Италия». Это единственный путеводитель по православной Италии, который существует. О нём знают и во всех православных церквях мира, и даже в Ватикане. Эту книгу оценили, так что это уникальный совершенно путеводитель. И Маша – замечательный гид. Но вот насколько она потрясающий гид, настолько ей трудно далась сперва видеосъёмка. Но Маша поразила меня трудолюбием и терпением, истинно христианским смирением, потому что я как учитель человек достаточно жёсткий. И закончилось это дело четырьмя великолепными роликами, снятыми на совершенно профессиональном уровне. Мария очень быстро учится, оказывается, у нас. И я просто с гордостью вам представляю Болонью в исполнении Марии Шургиной во всех совершенно вариантах. Вы посмотрите изумительные дворцы, улицы очень красиво, поэтично сняты, тоже с музыкальным сопровождением рассказ. Интереснейший, потому что это один из лучших гидов в Италии. Конечно же, Ольга Мушинская из Белоруссии. Тоже, можно сказать, подружились за это время, потому что Ольга тоже не умела снимать. Но благодаря мастер-классам, благодаря тому, что она мне присылала материал за материалом, и я поправляла, и Оля не ленилась всё переделывать, приложила огромное количество труда. Получились замечательные прогулки по Гродненской области. Интереснейшие истории у Ольги от Бога, просто дар рассказчика. У неё очень приятный голос, манера. Она могла бы просто стать профессиональным гидом буквально завтра. То есть это человек, у которого есть к этому просто очень большие способности. Бывает такой дар, да, как бы даётся. Дар презентовать информацию, подавать её, рассказывать её. Ну и, честно говоря, я вот в Гродненской области вообще в Белоруссии не была, а в Гродненской области, тем более, я не представляла себе совершенно, как там интересно, какие красивейшие храмы, архитектура и истории, какие интересные, литературные всякие. Так что вот тоже есть несколько у нас экскурсий от Ольги. Конечно, наша Клариша, как она себя назвала, Клариша Хидырова, Клара Хидырова из Стамбула. Это знакомство с очень молодым, совсем самым молодым из наших авторов, но очень оптимистичным, весёлым, жизнерадостным, светлым. У Клары есть две экскурсии, очень хорошо снятых на нашем ресурсе. И вот солнечный Стамбул, как она его подаёт, просто делает тебе хорошее настроение на целый день, если можно так по-русски сказать. Я уже иногда говорю кальками с английского, с эврита, не знаю с чего. А действительно, вот единственное, что прям даже запахи почти чувствуешь, ароматных цветов настолько она здорово снимает, очень мило рассказывает. Так что даже в Турции мы с вами можем побывать этим летом, хотя туда не полетим. Ждём от Клары новых экскурсий. Если она меня слышит, Клара, давайте, давайте дальше, мы очень ждём ещё. У нас есть очень загадочный автор, автор из Санкт-Петербурга, которого зовут Просто Синица. Вот так она себя нам представила. Она работает в тандеме со своей подругой Натальей, которая снимает. Это Просто Синица, на самом деле зовут Татьяна, но просит себя так называть. Просто Синица – это замечательный гид по Санкт-Петербургу, профессиональный гид, который рассказывает нам об очень необычных вещах. Например, у неё есть экскурсия по следам фильма «Итальянцы в России». Обязательно, посмотрите, это очень интересно. У нас есть замечательный гид из Москвы, Виктор Сутормин, который тоже является автором путеводителя по Москве «Путебродитель». Человек, влюблённый в мой родной город, что мне особо приятно. Очень хороший рассказчик. И тоже две интереснейшие экскурсии про Кузнецкий мост на нашем сайте уже лежат от него. У нас, конечно, есть Владимир Михайлов с его весёлыми и такими очень в стиле National Geographic экскурсиями по Тольятти и по Волжью. Он профессиональный оператор и журналист, так что стиль такой очень классный, по-другому не скажешь. И, конечно, у нас, кроме меня, есть ещё одна гид из Израиля, Юля Хович, которая пока дала нам одну экскурсию по Кейсари, но очень хорошую. Мы надеемся, что наше сотрудничество продолжится. Есть ещё Леонид Курцев из Ярославля, тоже автор, который отличается своим очень таким поэтическим, остроумным, тёплым стилем рассказа. Человек, который кандидат исторических наук, соответственно, он знает очень много о своём родном городе, профессиональный экскурсовод по Ярославлю. И вот от него есть две экскурсии – музыкальный Ярославль и литературный Ярославль. Тоже вас всячески приглашаю посмотреть. И, наконец, у нас появился новый автор вот совсем на днях. Её зовут Елена Евстигнеева из города Богородицка. Она подарила нам потрясающую экскурсию по усадьбе графа Бобринского. Я даже не представляла себе, что там у них такая вообще история и такие красивые места. Это Тульская область. Обязательно посмотрите. Вот такие у нас пока дела. Я очень-очень надеюсь, что вы поддержите наш проект. Нам это безумно важно. Я не буду повторяться и объяснять, почему. Я надеюсь, что мы доставим вам настоящее удовольствие просмотрами видеоэкскурсии. Пишите отзывы, смотрите. А я обещаю по-прежнему выходить в эфир как можно чаще. Ах, да, я не сказала про свои экскурсии. От меня вы увидите экскурсию по улице Яфа в двух частях. Наверное, это самая полная видеоэкскурсия по улице Яфа, которая существует сегодня в мире. Яфа – это же древняя паломническая дорога. Вот мы с вами и пройдём от въезда в город до самых явских ворот и узнаем про Яфа просто всё. Кроме того, от меня есть вам экскурсия по мусульманскому кварталу старого города. Полная, большая, подробная. Вы очень много узнаете. Даже из тех паломников, которые здесь бывали, много узнаете, то, чего не знали. Эти места, которые я показываю там, мы не охватываем обычно в православных паломнических поездках. А между тем это всё очень важно и интересно, и познавательно. И от меня есть экскурсия по Самарии. Паломническая поездка в Самарию, которую я собрала, смонтировала. В сопровождении группы паломников из России, которые были у меня в феврале месяце, мы с вами побываем у колодца Якова и узнаем историю Самарии, узнаем подробности о самом колодце, о храме, всё подробно рассмотрим. То есть это такая достаточно хорошая экскурсия получилась, паломническая. И, наконец, от меня же есть экскурсия на остров Эвбио в деревню Лимни, на фестиваль Лимния. Лимния. Мы на нём побывали в прошлом году. Я нашла этот ролик, я его когда-то снимала, сама не зная зачем, монтировала. И подумала, что как раз к нашему проекту он подходит как нельзя лучше. Настроение у вас будет после просмотра самое что ни на есть, греческое, жизнерадостное и светлое. Там очень много красивой музыки и замечательных танцев. Так что тоже загляните. Уф! Ну вот, наверное, теперь всё. Всё. Прощаюсь, всех целую, обнимаю. Надеюсь на очень скорую встречу. Пока!